Переворот в Молдове, задержание сербских футбольных болельщиков, закрытие Кишиневского аэропорта. Все это части одного политического сценария. Его намеренно запустили власти Молдовы, чтобы подавить оппозицию и продлить действия правящего режима. Об этом в интервью ТСВ сказал политолог Андрей Сафонов. Вчерашнее заявление президента Санду о готовящихся диверсиях в стране – ничто иное, как политический спектакль, отметил политолог. Но эту игру не поддержали западные партнеры Молдовы. Внешнее ведомство Румынии отделалось сдержанным комментарием, а глава МИД Сербии потребовал доказательств готовящегося переворота и участия в нем якобы сербских диверсантов. По словам Андрея Сафонова, сегодняшние события показали, что план Кишинева по искусственному обострению ситуации в стране провалился. Надо сделать скидку на идиотизм исполнителей, которым было поручено ответственное дело, которое они быстро завалили, да так, что даже западные союзники предпочли заявить о том, что они не в курсе ни о каких опасностях. На фоне происходящего в Молдове у Приднестровья была и остается главной одна задача – сохранить мир и не поддаваться на провокации, считает Андрей Сафонов. Сейчас это возможно только путем переговоров. Потому важно возобновить работу формата 5 плюс 2. Здесь мы, конечно, должны первое – готовиться самим, держать порох сухим – это раз. Второе – не забываем о дипломатической повестке, потому что все факты, которые направлены на обострение, необходимо как можно больше и активнее доводить до мира и выдвигать те предложения, которые уже звучали, а именно заключить договор о гарантиях мира в зоне безопасности. По словам политолога Сафонова, президент Молдовы и ее окружение несостоятельны в принятии решений. Как действовать и что говорит Кишиневу диктуют западные союзники. Потому надо ждать, что власти Молдовы еще озвучат новые обвинения и информацию о возможных диверсиях. Продолжение следует...